Российское правительство намерено создать условия, позволяющие инвалидам дать возможность найти нормальную работу, получать за эту работу справедливую зарплату, достигать профессиональных успехов и, что самое важное, жить полной жизнью и чувствовать себя нужными и самодостаточными. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. На 1 января текущего года в России проживает порядка 3,7 миллиона инвалидов трудоспособного возраста. Это 30% от общего числа инвалидов. Из них работает только четверть, то есть около миллиона человек. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. Чтобы снизить остроту проблемы, уже приняты ряд мер. Неплохой опыт накоплен в регионах, отметил глава Кабмина. В результате уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья вырос за последние несколько лет почти до 40%. Прежде всего, для организации устанавливаются квоты на прием инвалидов, что значительно увеличивает их шанс найти работу. По этому показателю Ненецкий округ по итогам прошлого года стал третьим по Северо-Западному федеральному округу и девятым по стране. Так, в конце 2016 года в Ненецком округе обеспеченной работой были 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали Ненецкий округ в этом вопросе только субъекты с самыми масштабными рынками труда в СЗФО – Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Ненецкий округ находится на третьем месте в стране после Байконура и Чукотки. Но помимо обязательств по устройству на работу инвалидов, у работодателей есть и привилегии. Предприятия, которые устраивают у себя людей с ограниченными возможностями, получают материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и за оборудование специальных рабочих мест. Эта компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида составляет 90 030 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас оснащено 5 рабочих мест для инвалида, и работодатели получили эту компенсацию. И еще три работодателя дооснастили рабочее место инвалида. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В целом в России большая работа была проделана для того, чтобы обустроить для инвалидов специальные рабочие места. За период с 2012 по 2015 год создано приблизительно 44 тысячи таких мест. Из федерального бюджета на это выделялись довольно значительные средства. Кроме того, правительство приняло специальный план по сопровождению инвалидов молодого возраста. Для нас очень важно, чтобы качественное профессиональное образование получали детишки-инвалиды стишки с УВС. Потому что это главное, на мой взгляд, условие их успешной социализации и полноценного участия в жизни нашего общества. В этом году он начал функционировать в федеральный реестр инвалидов. С помощью него инвалиды могут получить информацию по своей программе реабилитации, видеть, какие социальные выплаты и пенсии им назначены. Эта система также позволяет выявлять тех, кто при устройстве на работу столкнулся с трудностями и, соответственно, им помогать. Ведь зачастую бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают в трудоустройстве без объяснения причин. На этот счет у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приеме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учетом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики — это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определенной специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. Несмотря на все сделанное, остается еще немало вопросов. Как отметил глава Кабмина Дмитрий Медведев, во-первых, нужно совершенствовать сам механизм акватирования, стимулировать работодателей к тому, чтобы они принимали на работу людей с ограничениями по здоровью. Во-вторых, многим людям с ограничениями по здоровью требуется помощь как в поиске работы, так и в том, чтобы адаптироваться на рабочем месте. В-третьих, необходимо принять дополнительные меры, чтобы в этом году трудоустраивать большее количество выпускников с инвалидностью. Предложение по дальнейшим шагам в этой сфере есть и у Минтруда, в том числе разработать меры по повышению уровня занятости инвалидов на период с 2017 по 2020 годы.